Вечерний гость Как всегда, в это время мы начинаем нашу программу и я с удовольствием хотел бы представить вам нашу сегодняшнюю героиню. Родилась 31 августа 1956 года в городе Алматы, затем была, конечно же, средняя школа и в период 1974 по 1978 год закончила Казахский государственный университет имени Кирова, ныне Казну. Затем была аспирантура Института литературы и искусства Академии наук Республики Казахстан в период с 1983 по 1986 год. Много еще интересных было моментов, связанных с образованием, но еще и интересный трудовой стаж. Старший редактор Госкино Каз СССР в период с 1978 по 1983 год. В период с 1986 по 1991 год старший научный сотрудник Научно-исследовательского института педагогических наук. Затем была ведущим специалистом Государственного комитета Республики Казахстан по делам молодежи в период с 1991 по 1993. Выпустила около 50 научных публикаций, за свою жизнь издала 4 книги. Ну и сложно было бы представить культурологическую жизнь Южной столицы Казахстана без такого проекта, как галерея УЮ, которая наша героиня руководила в период с 1998 по 2014 год. И вот с ноября 2011 года она возглавила Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Костеева. Гульмира Шалабаева, дорогие друзья, героиня нашей программы. Давайте ее встречать. Гульмира Кенжблатовна, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Присаживайтесь. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в программу. С самого начала хотелось бы затронуть интересный момент. Вот деятели искусств, культуры, которые приближены к изобразительному искусству, просто вся общественность закипела в ноябре прошлого года, когда вас назначили руководителем Государственного музея имени Костеева. И что, в принципе, ожидали, то и произошло. Но творческие рамки самого музея очень сильно расширились, классическая закостенелость сломалась, и начинают появляться интересные экспозиции. На ваш взгляд, с воспитательно-образовательной функцией он справляется? Дело в том, что эта функция, она изначально закреплена за музеями. Воспитательно-образовательной – это одна из... Всех времен и народов. Да. За музеями всех времен народов. Да. То есть изначально такая функция, она есть и была, и останется, и будет. Но насколько успешно она будет притворяться в жизни, это уже, конечно, зависит конкретно от какого-то музея, от его сотрудников, от их креативности, от их работоспособности, от их возможностей. И в плане образовательно-воспитательной, например, если уже говорить более конкретно, предметно, в данном случае о музее Костеевой, то я могу сказать, что мы очень активно сотрудничаем со школами, заключаем с ними меморандумы. Более того, к нам приходят на экскурсии пограничники, студенты, военные, солдаты пограничных служб. Мы всех принимаем, всем оказываем, конечно, вот эти вот услуги. Это вот по поводу экскурсии. Далее мы сейчас вот буквально 16 марта наконец дебютировали с новой Академией искусств, которую назвали Асем Алем. Это будет цикл лекций с 30 занятий. И вот эта Малая Академия искусств как раз точно таким же образом может быть для самой широкой категории зрителей и слушателей предназначена. В любом случае, это не скучные лекции, это интересные рассказы об истории искусства, как европейского от начала, так и казахстанского, так и современного. Возвращаясь ко всем в целом, нашим музеям, к вообще подходу нашему, да, и политике наших музеев и так далее. Вот о том новом веянии, о котором вы как-то сказали. Какое вообще оно? Что 21 век нового диктует для музеев? Какие новые подходы? Конечно же, любой музей, любая институция, на мой взгляд, обязательно должна соответствовать своему времени. И мы тоже стремимся идти в ногу со временем. Мы тут говорим о том, что, например, со временем и наши казахстанские музеи тоже будут переходить на виртуальные рельсы. Мы, например, сейчас впервые в Казахстане, это наш опыт самый первый среди музеев, мы создаем виртуальную скульптурную галерею. Причем в 3D-формате. И это не легкая работа. Там своя сложная технология. Для того, чтобы отснять одну скульптуру, производится до 14 тысяч снимков. И вот будет в этой виртуальной галерее, когда этот проект мы завершим, и выставим на сайте музея. Там будет представлен весь массив скульптуры, которая находится в стенах музея. Не только в экспозиционных залах, но и в фондах, в архивах. То, что не видят зрители, обычные зрители, куда нет доступа широкого. Вот это все будет в виртуальной галерее. Подходы, мне кажется, основные. Это просто парадигма. Они особо не менялись. Просто меняются, наверное, механизмы. Так-то принципы работы не меняются. Мы стараемся быть открытыми, привлекать самую широкую аудиторию, вести промоушен грамотный. Мы, например, включились во все социальные сети. И очень сейчас активны в этом. Так как мы понимаем, что образованная часть нашего населения сейчас во многом проводит время в виртуальной реальности. Организовываем пресс-конференции. Организовываем то, чего раньше не было, специальные пресс-туры для журналистов. Потому что именно благодаря... Может, потому что это мое образование сказывается, не знаю. Я прекрасно понимаю, что журналисты, СМИ, и в том числе виртуальные СМИ, они формируют общественное мнение. И именно через вас, через журналистов, мы выходим на широкую аудиторию. Мы выходим на самые широкие просторы информационные. И через вас мы, конечно же, можем объявить или анонсировать те или иные наши проекты, выставки, экспозиции и так далее. В формате работы команды, допустим, всегда существует тот, кто является неким новатором, лидером, самым креативным и идейным. И вот в данных вопросах подходить с точки зрения некого, может быть, обмена опытом, неких семинаров, как же сделать так, что музей, которому 80 лет, кстати, исполнилось в прошлом году, и вот пришел к тому, что на сегодняшний день абсолютно за какое-то мгновение стал музеем, олицетворяющим современность, который может поконкурировать со многими музеями даже Европы, в подходе. Тогда нужно, если мы все-таки говорим в целом о сфере, подумать о том, а как же коллег из регионов, городов и областей точно так же к этим новым стандартам, к новым иногда креативным и очень часто совсем недорогим, но все-таки шагам, точно так же приучить, подсказать, поднаправить. Вы со мной не согласны? Я с вами согласна, но, видите ли, я возглавляю отдельную организацию, я отвечаю только за нее, и мне сложно говорить сейчас о всей отрасли в целом, так как я не сотрудник министерства, не курирую все музеи нашей большой страны, и я думаю, это прерогатива все-таки министерства, это они должны решить. А потом все-таки, это всегда было, кадры решают все. Этим все сказано. Гульмеркина Владимировна, я имею в виду к тому, что вы, собственно, этими знаниями, своим опытом ни в коем же случае не против поделиться? Нет, конечно. Посещаемость музея вот с этими вашими новыми решениями, с новыми рекламными кампаниями, с новыми подходами вообще увеличилась? Конечно, безусловно. Безусловно, и посещаемость увеличилась. И знаете, мне трудно судить, но по откликам разных людей, и в том числе сотрудников, и в том числе людей, которые... Вот есть такие люди, которые любят музей с детства и посещают его. Их мало, но они есть. И вот такие мнения о том, что даже, знаете, контингент посетителей поменялся. Он стал более избранным, что ли, более интеллектуальным, что ли. Меньше случайных посетителей, больше любителей, ценителей искусства стало. Вы считаете, музей все-таки должен аудиторию сегментировать или он должен играть, возвращаясь к нашему началу, образовательно-воспитательную функцию для масс? Я думаю, музей должен учитывать все, все категории людей. И с одной стороны, работать как бы массово для широкой аудитории, с другой стороны, дифференцировать их запросы. И, например, у нас же несколько... Поэтому у нас разные проекты. Скажем, музыкальный вернисаж это для одной группы людей. Цикл лекций и занятий Малой Академии Искусств, а Сем-Алем, это другая категория людей. Допустим, на каникулах у нас каждый раз теперь, вот были зимние каникулы детские, сейчас будут весенние каникулы детские. И это будут зимний фестиваль и весенний фестиваль для детских. Он будет называться, ну, он уже называется, «Волшебный фонарь». То есть мы пытаемся охватить любую аудиторию, каждую аудиторию, и к каждому найти подход. Что вообще можно сказать о сегодняшних авторах современных Казахстана? В прошлом году мы впервые в стенах музея открыли двери для contemporary art, ну, своего рода underground, который... Это художники, которые известны на Западе, хорошо известны в Европе. Тажал Магульмин Лебаева, Саид Атаабеков, Елена Владимир Григориян. В Москве есть издатель журнала «Художественный мир» Виктор Мезиана, очень известный искусствовед, который интересуется именно современными казахстанскими художниками, и даже организовывал их выставку в рамках Венецианской биеннале, а вы понимаете, это высокий уровень. И мне было непонятно, почему, я считаю, это неправильно, почему европейские кураторы знают этих наших казахстанских художников, продвигают их, устраивают им выставки, а здесь наш казахстанский зритель их не знает, ну, так, массово, только вот люди-специалисты и те люди, которые около. И поэтому я решила, что нужно открыть двери, сделать доступ, показать, что у нас есть такие, должны знать люди о своих современных героях. В день презентации ко мне подходили художники, которые вот как раз в этом сегменте работают, вот в актуальном искусстве. Они мне подходили, жали руку и говорили, вы совершили революцию. Вообще, каковы тенденции? В это искусство приходят новые имена? Или, может быть, есть те, кто в каком-то плане, по каким-то причинам, наоборот, отпускает руки? Ну, каждый случай индивидуален, но, конечно же, вот шестидесятники, художники, которых мы для нас сегодня, мы их воспринимаем как классиков, их творения, мы их рассматриваем сегодня как шедевры, они, конечно, востребованы коллекционерами, на них приходят специально на их выставки по юбилейным датам, с удовольствием приходят люди посмотреть те картины, которые не были в постоянной экспозиции, и мы специально по случаю их вынимаем из запасников. Но и в современном мире, в современной жизни, конечно же, есть художники, которые на сегодняшний день успешно работают, востребованы, у них есть заказы, у них есть клиенты, заказчики, коллекционеры приобретают их работы, но все-таки на сегодняшний день сейчас взять и сказать с полной уверенностью, что да, это гений, да, его работы, его творения шедевральные, там что-то. По-кому? Самый важный, все-таки самый верный оценщик – это время. Вот вы же знаете по истории искусств, что в свое время художники, которые были при дворах, которые были богатыми, которые были востребованы, писали портреты заказные и так далее, и так далее, они в истории не остались. Да, а такие художники, которые в свое время не были востребованы, самый яркий пример Ван Гог. Умирал в нищете? Да. Продался в свою жизнь только одну картину. Они наоборот, именно сейчас, по прошествии вот такого столь длительного времени, именно сейчас оценен мировым сообществом и востребован. И такие случаи не единичны. Я задаю непосредственно вам этот вопрос, потому что 16 лет в своей жизни вы руководили не просто галереей, но что очень похвально и интересно и заслуживает большого уважения именно частной галереей. В этой связи у меня два вопроса. Во-первых, вообще вот этот бизнес в нашей стране, если его можно так назвать, он становится рентабельным содержать, создавать галерею. И опять-таки, вытекающий отсюда вопрос наши современные казахстанские художники и даже классики, как вы говорите, шестидесятники, они с годами начинают лучше продаваться. Говорить о конъюнктуре сегодняшнего дня это настолько нерегламентированно и непредсказуемо. А вообще галереи создают энтузиасты, люди влюбленные, фанатично влюбленные в искусство. Потому что назвать галерею успешным бизнесом пока в Казахстане еще рано, еще рано. Все-таки наш арт-рынок не настолько широк, не настолько открыт, не настолько разнообразен. И поэтому в основном галереи это такие островки, где собираются любители, энтузиасты, влюбленные в свое дело, люди в искусство, продвигающие, помогающие. Мы сейчас находимся в преддверии замечательного праздника, всеми нами любимого праздника Наурыс. Понятно, что вся страна будет это дело отмечать, гулять, праздновать. И здесь и глава нашего государства, и вообще в целом государственная политика все-таки направлена на то, чтобы как можно больше, включая вот эти праздники такие, как Наурыс, мы вспоминали наши корни, вспоминали наши традиции. Конечно же, опять-таки обращались к искусству, как к песенному, так и изобразительному. Какие сюрпризы приятные готовите? В этом году у нас Наурыс в музее отмечается целую неделю. Начиная с 22 марта до 27 марта у нас каждый день какие-то сюрпризы. Это и квест-игры, это шоу-программы, это световое шоу, это чайная церемония, это аукцион чайников, керамических чайников красивых, которые специально расписывали художники и дизайнеры. Ну, то есть, сюрпризов будет много, и, знаете, для того, чтобы конкретно знать всю программу, надо заглянуть на сайт Государственного музея искусств РК имени Костеева. Там все есть, афиша, программа, реклама, все. Помимо Науроза, наверное, не стоит забывать о том, что этот год для нас знаменательный, как опять многие сказали, да, таким сюрпризом для многих стало то, что мы, оказывается, еще в этом году и тысячелетие отмечаем, которое отмечено ЮНЕСКО тоже. Хотя мы не этнографический, не историографический музей, мы художественный музей, но, тем не менее, мы не стоим в стороне от актуальных дат, знаменательных дат нашей страны, любимого города. Конечно же, мы готовим выставку специальную, посвященную городу Алматы, и которая будет отмечать, знаменовать эту замечательную дату. Гульмира Кришблатовна, у нас есть такая традиция, мы, завершая каждую программу, устраиваем небольшой блиц-опрос, поэтому я хотел бы попросить вас максимально кратко, лаконично и откровенно ответить на несколькие вопросы. Постарайся. Художник в Казахстане все-таки живет или выживает? Современный. Однозначно ответить сложно. Кто-то живет, кто-то выживает. На ваш взгляд, гениями рождаются или становятся? Становятся. Любимый художник в мире? Это тоже сложный вопрос, потому что, знаете, когда ты в этом... Кратко не получается. Хорошо, хорошо. Говорите, как есть. Потому что иногда ответить легче, что тебе не нравится, чем что тебе нравится, потому что нравится все и много. Мне сложно выделить кого-то одного. Я без ума от творчества, от произведений Модельяне. я обожаю работы Гогена Ван Гога, вообще имперсионистов, допустим, да. Мне очень нравятся передвижники, мне нравятся работы европейских классиков, их немного, например, Вермеер, но мне сложно выделить кого-то одного очень сложно. что-то мне подсказывает, что этот ответ тоже может быть бесконечный. Ваше отношение к музею Мини Костеева в формате филиальной сети? Это замечательно было бы, это очень сложно, это будет для нас, если такое случится, но ведь Эрмитаж имеет филиалы в разных городах и даже странах мира, это почетно, это интересно, но это безумно сложно. На Ваш взгляд, все-таки, самые лучшие и плодотворные годы для изобразительного искусства нашей страны? Какие были годы? Наверное, все-таки, все-таки, в плане искусства, наверное, все-таки советские годы. Гульберг, я хотел Вас поблагодарить за эту беседу, конечно, пожелать Вам, самое главное, вот этот праздник и приятные эмоции, которые Вы дарите людям, чтобы точно так же все продолжалось, чтобы музей развивался, рос, и лично в Вашем случае хочу пожелать Вам как можно больше интересных и новых экспериментов. Спасибо. Вам, дорогие друзья, хотел бы еще раз напомнить, что героиней нашей сегодняшней программы Ула Гульмира Шалабаева, руководитель Государственного музея искусств в Республике Казахстан имени Костеева. Ну, а мы с Вами прощаемся, еще раз всех Вас с праздником, увидимся здесь же, в эфире телеканала Алматы в программе «Вечерний гость». Пусть все у Вас будет хорошо. Счастливо. И у Вас пусть все будет хорошо. Спасибо большое за эту беседу.